Девушки отдыхают И повелителями вселенных Но инопланетная цивилизация Разрушила рай на земле С помощью ядерного оружия Современное человечество Лишь бледное подобие Когда-то живших на нашей планете Людей-богов К такому выводу Пришел исследователь инопланетных цивилизаций Владимир Шемшук В 1965 году Итальянский ученый Колоссима Обобщил данные всех известных Археологических экспедиций И древнейших письменных источников Он пришел к выводу Что в далеком прошлом на земле Велись военные действия С применением ядерного оружия Исследователь Владимир Шемшук Уверен Предшествующие земные цивилизации Погибли от ядерной катастрофы Огромные безжизненные степи Облавленные камни В пустыне Гоби На Ближнем Востоке В Африке и Азии Все это свидетельство Мощного термического воздействия Ну а то, что у нас следы ядерного катаклизма Остались на земле Мы это можем видеть Те же самые угольные пласты Та же самая нефть Это же все остатки былой цивилизации И былой биосферы Которая была когда-то на земле Уколить получается Когда высокая температура И нет доступа кислороду А так и было Эти волна, как известно Ударная волна Она стаскивает Большие, значит, объемы Массы в одно место И там происходит захоронение И более высокая температура Сверху еще закрывает землю И там все Условия для коксования Для получения угля Многочисленные ядерные взрывы Спровоцировали ливневые дожди Которые и стали причиной Всемирного потопа Отраженного в мифах Многих народов Вслед за страшнейшим наводнением Наступила ядерная зима Известная науке Как ледниковый период Человечество было Отброшено в каменный век Владимир Шемшук утверждает Причиной глобальной ядерной катастрофы Стала межгалактическая война Двух высокоразвитых цивилизаций Одной из которых Были жители Земли Существует противостояние Углеродной формы жизни И кремниевой формы жизни И вот кремниевая форма жизни Она чем и занимается В основном сталкивает Вот эти вот углеродные формы Между собой Масштаба Вселенной, да И мы стали одной из таких жертв Потому что наши предки не могли развязать Этот апокалипсис Космическую войну Развязали пришельцы С созвездия Ориона Нашу планету захватили Инопланетяне-драконы Известные во многих религиях Под именем сил дьявола Владимир Шемшук Выдвинул версию Что выглядели они Как прямоходящие рептилии Очень похожие на человека Практически у всех народов Этих существ называют драконами Они могут принимать любые формы В том числе и наши формы И у нас тоже эти были когда-то знания Возможности, способности Наша цивилизация, по мнению Шемшука Достигла высшей степени деградации То есть вошла в каменный век Благодаря разрушительным действиям Пришельцев с Ориона Сейчас, когда орионцы, например Закончили эксперименты О чем они пишут на своем сайте Зедоток Интернетовский сайт Когда они закончили эксперименты И получили удачные гибриды Что они с такой же количеством точек Как и землян Нам земляне стали уже не нужны Поэтому нас туда переселяют Забирают планету себе Прежде всего забирают Логос В 1982 году НАСА признало вероятность Существования планеты Нибиру Которая является точной копией Земли Журналисты Вашингтон-Пост писали Что национальное агентство Ведет наблюдение за этой планетой С помощью телескопа С-5 На Южном полюсе Шемшук утверждает Что в скором будущем Инопланетяне займутся Переселением землян на Нибиру Землю готовят очистить от человечества Сюда специально подогнали планету Немезиду Немезиду или Нибиру И в ближайшее время Начнется переселение Оно в принципе уже началось Наши там доблестные строители Готовят площадки Для принятия А здесь на земле Стимулируется и провоцируется Экологическая катастрофа Для того, чтобы люди сами запросились На эту Немезиду И очистили планету По мнению Шемшука Переселение человеческой расы На Нибиру Должно пройти без серьезных Последствий для самой Земли Инопланетяне тщательно Оберегают нашу планету Для своих нужд Выходит, мы в плену Инопланетных цивилизаций И пришельцы из далеких галактик Посещают Землю Отнюдь не с мирными намерениями И более того Давно контролируют землян 1959 год На Северном Урале На горе Атартен Погибает группа альпинистов Девять молодых здоровых людей Охваченные непонятным ужасом Умирают один за другим В невероятных мучениях Над этим местом Десятки очевидцев Наблюдают огненные шары Январь 1986 года В Приморском крае Терпит крушение НЛО После этого На месте падения Космического тела Образуется аномальная зона В которой бесследно Исчезают самолеты А местные жители Страдают от неизвестных болезней 1990 год Волгоградская область Местный пастух Бесен Мамаев Видит в небе НЛО И через несколько секунд Сгорает заживо Это только самые известные Самые шокирующие факты Подтверждающие Что НЛО Способно убивать Но кто начал Эту войну миров Кто угрожает землянам Инопланетные монстры Неизученные силы природы Или Сами земляне Февраль 1959 Над горами Северного Урала Очевидцы уже неделю Наблюдают необычные Огненные шары Светящиеся объекты То приближаются к земле То резко взмывают вверх И очень часто Подолгу неподвижно Висят над сопками В первые дни Зрелище вызывало любопытство Потом уже панику Местные жители уверены Это боги разгневались Тем более Что священная гора Гора мертвецов Уже несколько дней Не отдает альпинистов Посмевших Включить ее В свой маршрут Пропавшую группу Игоря Дятлова Ищут спасатели Сотни добровольцев Пробираются Через заваленные Снегом перевалы Задействована Гражданская И военная авиация Лишь на пятые сутки Трое местных жителей Натыкаются на одинокую палатку Ее стенки разодраны А сама она пуста Рюкзаки Походный инвентарь И все припасы На месте Вот только личные вещи Разбросаны в беспорядке Опрокинутый котелок С остатками ужина Шерстяные носки В разных углах палатки Одинокий валенок Складывается впечатление Что люди в панике Покидали место ночевки Цепочки следов от палатки Идут странным зигзагом Сходятся И снова расходятся Словно люди хотели Разбежаться Но какая-то сила Снова сгоняла Их вместе Никаких признаков борьбы Или присутствия Других людей Никаких признаков Какой-то природной катастрофы На границе леса Следы исчезают Занесенные снегом Осмотр следов Показал Что Оставлены они Босыми ногами Или одетыми В хлопчатобумажные носки Кто в валенок Кто в ботинок То есть Это также подтверждает Тот факт Что покинули они В палатку Спешки Даже не одевшись Через два часа После загадочной находки Приходит сообщение Летчик Геннадий Патрушев В районе горы Атартен Заметил фигуры Двух лежащих На снегу людей Патрушев делает Над ними Пару кругов В надежде Что ребята Поднимут голову Но ответа нет Через полтора часа В указанный район Добираются спасатели У границы леса Были обнаружены Остатки костра А около него Были обнаружены Два трупа Трупа Дорошенко И Кривонищенко Раздетый до Нижнего белья В трехстах метрах От них Обнаруживают Тело Игоря Дятлова По его позе Понятно Дятлов пытался Ползти в сторону Палатки По направлению к ней Нашли еще один труп Слободина И вновь Как и в первых Трех случаях Никаких признаков Насилия Или борьбы Чуть дальше Еще одна страшная находка Труп Калмогоровой Снег окрасился Кровью Которая вытекла Из горла девушки Но на самом теле Опять никаких Повреждений Только одно Но Необычный цвет Кожи у трупов Фиолетовый Или ярко-оранжевый Что привело к этому Что заставило Этих людей Разорвать палатку И выскочить Практически обнаженными В сорокоградусный мороз И где еще пять человек Входивших в группу Дятлова Ответов нет По местным селам Ходят легенды Одна ужаснее другой Власти запрещают Газетчикам Даже вскользь Упоминать о трагедии Из Москвы Поступает телефонограмма Неразрешающая Вывозить тела Погибших До приезда Специальной комиссии Из столицы А местные жители Сутки напролет Совершают Свои обряды Древний народ Уверен Это война И объявили ее Боги Пришедшие с небес Название мрачной И труднодоступной Горы Атартен На склоне которой Обнаружены пять трупов Переводится с языка Манси Как Не ходи туда Сразу за Атартен Еще более гиблое место Гора Девяти мертвецов По какой-то Жуткой закономерности В этих местах Находят смерть группы Состоящие из девяти человек Предания гласят Девять проклятое число Которое способно Открыть дверь В обиталище злых духов Летчик Геннадий Патрушев Хорошо знал местные предания И был уверен Что все это Не просто фантазия аборигенов Манси говорили Что на горе Атартен Они видели своих богов Которые были В блестящие одежды И курили трубку Отсюда поднимались Вот такие Как бы кольца Ну вот про эти кольца Мне рассказывал И муж Пролетая над Уральскими горами Патрушев не раз видел то Что не поддается объяснению Летчик был близким другом Игоря Дятлова Узнав о намерении Дятлова Взойти на гору Атартен Геннадий уговаривает Игоря и его товарищей Изменить маршрут Но Дятлов Лишь подшучивает Над этими страшилками Какие боги Духи и проклятия Когда на дворе Середина 20 века А главный аргумент Дятлова Количество людей Их в группе Игоря Не 9, а 10 Патрушев как ни странно Тоже соглашается с этим доводом За что и винит себя Всю оставшуюся жизнь Лишь на шестые сутки Поиска группы В день, когда пятеро пропавших Найдены мертвыми А еще пятеро Как в воду канули В штаб спасателей Приходит молодой человек Потоптавшись немного у порога Он несмело входит в комнату Ребята произносит он Обращаясь к присутствующим Я 10 Я не пошел И у всех медленно Каменеют лица Юрий Юдин Заболел в ночь Перед выходом на маршрут И утром группа ушла без него В девятером Паника среди местных жителей нарастала И то, что историей С погибшими альпинистами Заинтересовался Кремль Только усиливало страх Из Москвы приходит телеграмма Уже подписанная В отличие от предыдущих писем Не какими-то там простыми чиновниками А помощником Генерального прокурора Киребиловым Где было сказано Прошу сообщить Здесь уже достаточно жестко написано Сообщите о результатах Каждого, кто хоть какое-то отношение Имеет к поискам пропавших альпинистов Заставляют подписать документ О неразглашении государственной тайны А над местом катастрофы По-прежнему по нескольку раз за ночь Появляются огненные шары Летчики, выполняющие полеты В этом районе Уже открыто говорят о том Что за ними следят НЛО Здесь чаще всего пролетали Шаровидные НЛО, светящиеся От которых отходили лучи Причем лучи По свидетельству многих очевидцев Освещали военные объекты То есть это военные заводы Части ПВО, которые здесь находятся Поблизости Можно считать, что это был Видимо какой-то Шпионаж пришельцев Что ли Какое-то наблюдение Из Москвы приезжает куратор С особыми полномочиями Все пилоты Продолжающие поиски Оставшихся членов группы Сдают офицеру письменные рапорты О своих встречах Со странными огненными объектами Геннадий Патрушев В растерянности Как писать про то Что не поддается Никакому объяснению Сейчас объясняется это просто А тогда он просто не мог Понять, что какие-то шары Какие-то круги А сейчас это Объясняется просто Через три дня После страшной находки На Атартене В обстановке строжайшей секретности К месту трагедии Вылетают два вертолета Криминалисты делают Последние снимки Погибших людей И разорванные палатки Замеряют расстояние На которых тела находятся Друг от друга И от места ночлега Наконец Четыре больших брезентовых пакета Поднимают на борт вертолета Одна из машин Взлетает И вскоре исчезает в небе Через 30 минут Вертолет Безо всяких видимых причин Камнем падает в тайгу Первые четыре Трупа вывозил вертолет Ми-4 Они первые погибли Вертолет разбился первый Погибло пять человек В вертолете Спустя несколько дней Новая катастрофа Самолет Ан-2 Совершает облет горы Атартен Летчики сообщают Что видят столб дыма Который поднимается С перевала После этого Самолет врезается в гору Однако поиски Четырех оставшихся туристов Продолжаются В район трагедии Вызваны лучшие спасатели Со всей страны Люди Вооруженные металлическими щупами День за днем Идут единым фронтом Обследуя покрытый Ледяной коркой снег Наконец Щуп одного из спасателей Натыкается на что-то твердое Уже через 10 минут Старшей группы Держит в руках Небольшой туристический рюкзак Из которого Извлекает бесценную находку Походный журнал Группы Дятлова Одна из последних записей Сделанная Не рукой Игоря Вызывает у читающих Сначала недоумение А затем шок В ней Черным по белому Написано Что группа Столкнулась С горным чудовищем Дневник группы Сразу же в день находки Отправляют на экспертизу В Москву Северный Урал Застывает в тревожном ожидании Местные жители Вспоминают Случай Десятилетней давности Тогда Мария Пахтусова Жительница Небольшого поселка Стоящего на берегу Озера Улагач Услышала сначала Какой-то странный шум В курятнике А затем Громкий гортанный крик Когда женщина Вышла во двор То увидела Высокую волосатую фигуру С горящими глазами И руками Свисающими ниже колен А это двуногое существо С неожиданной для его Массы тела Легкостью Перемахнуло через Двухметровый забор И скрылось в лесу Когда женщина Слегка успокоившись И отойдя от Шока Заглянула в свой курятник Ее ждало новое потрясение Куры все были Разбросаны по курятнику И у всех у них Были Оторваны головы Неужели туристов Погубило неизвестное Науке животное Все ждали Что скажут Московские эксперты Через неделю Спасателям объявлено Запись про чудовище В дневнике группы Лишь фантастический рассказ Сочиненный Одним из альбинистов Через несколько лет Родителям погибших Наход дали дневник Однако последние страницы Где было описано чудовище Оказались вырванными Спасательная операция Продолжалась до 5 мая В этот день Были найдены Оставшиеся участники Экспедиции Дятлова И эта находка Вызвала новую сенсацию Причины смерти Этих людей Существенно отличаются От причины смерти Людей Находящихся в первой группе Из этих людей Только один человек Замерз Все остальные Погибли От несовместимых с жизнью Повреждений Внутренних органов Однако странность ситуации Стала понятна Только после вскрытия Эксперты утверждали Все травмы Носили не внешний А внутренний Источник повреждений Как будто удар Был нанесен Изнутри организма Это казалось Еще более фантастичным Чем версия С горным чудовищем Следствие заходит в тупик И тогда близкий друг Погибших Геннадий Патрушев Начинает собственное расследование Однажды Спустя полтора года После трагедии Геннадий Патрушев Вернувшись с работы Говорит жене Что нашел Разгадку гибели Дятлова Но на все уговоры Рассказать правду Отвечает Потерпи Все расскажу После того Как завтра Еще раз Осмотрю с воздуха Место их гибели Однако по странной случайности Из этого полета Летчик Не возвращается Перед своей гибелью Летчик Говорил следующее Атакован Какими-то Яркими шарами Иду на таран Все После этого Никакой информации О нем не было Внешне это похоже На атаку НЛО Однако друзья Патрушева Уверены В смерти Геннадия Как и в трагедии С группой Дятлова Виноваты Не инопланетяне А секретное оружие Земля И Ну что-то Вот В нашем военно-промышленном комплексе Это Советского Союза Что-то Произошел Какой-то сбой И как раз Они оказались там Где они Не должны были быть А Патрушев Вероятнее всего Слишком близко Подошел К разгадке трагедии Вслед за гибелью Патрушева Началась охота И за другими Свидетелями Хмурым Ноябрьским утром На дороге Свердловск Челябинск Перевернулся автомобиль Отказали тормоза Как будто Кто-то их Испортил Перед выездом Водитель Получил Тяжелые травмы И оказался На волосок От смерти Пассажир Чудом Остался цел Но находился В шоке На пустынной Трассе Не было никого Кто мог бы Им помочь Лишь Случайно К разбитой Машине Выехал Маленький Пазик С местными Грибниками Пока они Грузили В автобус Водителя Тот все время Повторял Два слова Огонь И страшно Пассажир Просто молчал Самое странное Что этим пассажиром Был Юрий Яровой Он когда-то Одним из первых Среди спасателей Добрался К телам Погибших Альпинистов И даже сумел Их сфотографировать И вот-вот Должен был Выпустить Книгу Посвященную Тем событиям Однако Сам Яровой О том Был ли он В перевернувшейся Машине И видел ли Огонь Перед автомобилем Никогда Не говорил Более того Его книга Вышла только Через несколько лет И в этой книге Уже не было Ничего От первоначального Варианта Яровому Запретили Писать правду Через некоторое время После этой Автокатастрофы Погиб врач Который Производил Вскрытие Найденных На Отортене Трупов Его тело Было Доставлено Домой К жене В закрытом Гробу И жене Было сказано Чтобы она Похоронила Его Тихо И ничего Не выяснилось Где и как Настигла Смерть Доктора Который Утром Как обычно Ушел на работу Почему Никто Даже Родственники Ничего Не знают О причинах Трагедии Оборвавшей Его Жизнь Вопросов Опять Больше Чем Ответов Еще Спустя Некоторое Время На своей Даче В бане С простреленной Головой Находят Офицера Госбезопасности Который Курировал Расследование Гибели Группы Дятлова Следствие Не сомневается В том Что случившееся Самоубийство То что Погибший Стрелял Якобы Правой Рукой Которая Уже Несколько Месяцев Была парализована Никого Не смущает После Этой Череды Смертей Невозможно Сомневаться Что все Это Организовано С одной Целью Скрыть Истинные Причины Гибели Группы Дятлова Какой-то Участок Северного Урала Был закрыт Куда Не было Доступа Ни Спортсменам Ни даже Пилотам О чем-то Говорит Все Исследователи Трагедии На горе Мертвецов Уверены Туристы Покинули Палатку В состоянии Паники Что-то Пугает Ребят Настолько Что они Разрывают Изнутри Брезент Палатки И выбегают Наружу Паническая Атака Гонит Их Вниз По склону Ребята Останавливаются Только пробежав Вниз Полтора Километра Дальнейшие Их действия Лишены Всякой Логики Вместо Того Чтобы Сразу Вернуться В палатку Где Находится Еда И теплые Вещи Ребята Пытаются Развести Костер И хотя Рядом Находится Валежник Они Лезут На деревья И ломают Самые Толстые И неподходящие Для костра Ветви Только Через Значительное Время Несколько Человек Пытаются Вернуться В палатку Но делают Это Почему-то Ползком Словно Все еще Находятся Под действием Страха В конце 50-х Годов В СССР Начинается Разработка Психотронного Оружия Это Оружие При помощи Специальных Излучений Влияет На психику Человека Вызывая Чувство Страха А затем Животного Ужаса Действительно Возникает Ощущение Страха Смерти Дезориентации В пространстве Возникают Всякие Видения Человек Видит Привидения Все Что готов Увидеть В этот момент Родственников Умерших Каких-то Духов Все что Хотеть Такое оружие Могло свести С ума Население Небольшого Города Или вывести Из строя Целую Армию Мощный Излучатель Может оказаться Причиной Даже Органических Повреждений А понимаете Там идет Кровоизлияние В сетчатку Кроме того Идет Кровоизлияние Внутренних Органов Именно Инфразвук Мог вызвать Странные Повреждения Внутренних Органов От которых Погибли Туристы Версия С инфразвуком Позволяет Ответить На многие Вопросы Однако Как Объяснить Что в радиусе Сотен километров От места Трагедии Люди Видели Различные Аномальные Явления В частности Летающие Шары Для проведения Такого сеанса Массового Гипноза Потребовалось Бы покрыть Сетью Инфразвуковых Излучателей Всю территорию Северного Урала Вряд ли Кто-нибудь В СССР Отважился На такой Бессмысленный И небезопасный Эксперимент Разработка Психотронного Оружия Была хоть и Важной Но не Приоритетной Задачей Если эта ракета Была запущена С аэродрома Байконур Или там Еще там На юге Есть у нас Наверняка Ряд Объектов Которые могут Запускать ракеты Вот И она летела В сторону Новой Земли Где у нас Полигон Для этих взрывов Вот То Совершенно Спокойно Строится Траектория Вот Перевал Дятлова Как раз Попадает В принципе Вот В область Если По какой-то причине Ракета Отклонилась От цели И стала Падать В районе Горы Мертвецов То Во время Падения Могло Возникнуть Губительное Инфразвуковое Излучение Ракетная Версия Также Объясняет Появление Огненных шаров Над Северным Уралом В конце 50-х Годов В СССР Проходили Испытания Ракет Вокруг которых Специально Создавалось Так называемое Натриевое Облако Натрий Входил Значит В окислительные Какие-то реакции С атмосферой И давал Тем самым Яркий шар И видно было Как ракета Летит И куда Вот Она же Просто что Летит И летит А так Вот вроде как Наличие натрия Давало возможность Последить ее Траекторию У такого Метода Слежения За ракетами Был один Серьезный Недостаток Натрий Смертельно Опасен Для человека У тех Кто невольно Оказался На месте Падения Этой Ракеты Не было Шансов На спасение Теперь мы Можем Достаточно Точно Восстановить Картину Произошедшего После небольшого Походного Ужина Ребята Устраиваются На ночлег Неожиданно Раздается Какой-то Странный Гул Руководитель Группы Игорь Дятлов Берет фонарь И выходит Чтобы посмотреть На происходящее Дятлов Видит Как со стороны Горы Мертвецов На палатку Движется Гигантский Огненный Шар Игорь Кричит Чтобы все Выходили Но свечение Становится Настолько Сильным Что становится Заметным И через Брезент Палатки Возникает Паника Кто-то Роняет Рюкзак И тот Блокирует Выход Ребята В ужасе Разрезают Палатку И кто В чем Выскакивают На снег Шар Превращается В огненную Лавину Это пары Натрия Которые Убивают На своем Пути Все живое Люди В панике Бросаются Вниз По склону Но бежать Бесполезно Едкие Пары Натрия Вызывают Ожог Роговицы Глаз И это Вызывает Слепоту Тот Кто Пережил Волну Инфразвука Пытается Развести Костер Но для Слепших Людей Это Невыполнимая Задача Слепые Люди В состоянии Паники Они Обречены А если Кто-то И выжил То вероятно Им Помогли Умереть И сделали Это Те Кто пытались Скрыть Истину Об этой Трагедии Вывод Напрашивается Очень жуткий Вывод До которого Я бы Никогда Не Додумался Но Если Все Это Правда То Их Могли Туда Просто Сбросить И засыпать Сверху Снегом Допустим В бессознательном Состоянии Однако Вряд ли Тайну Горы Мертвецов Можно Считать Разгаданной В 1962 В районе Этой Горы Погибает Группа Туристов Так же Как люди Из группы Дятлова Они В панике Бегут Из палатки Бегут В разные Стороны Их Тела Найденные На равном Удалении От палатки Образуют Ровный Круг Создается Впечатление Что место Где погибли Туристы Было Накрыто Каким-то Колпаком И люди Умерли Ударившись О его Стенки Через Три года Новая Трагедия Исчезает Группа Геологов После Долгих Поисков Спасатели Находят Девять Трупов Исследователи Считают Что гора Мертвецов Это Эпицентр Аномальной Зоны Которая Простирается На много Километров Вокруг К сожалению Эта аномальная Зона Не самая Большая И не самая Страшная В России 11 ноября 1990 года Посту Бесен Мамаев Со своим Помощником Решают Отдохнуть От тяжелого Перехода Пройдя 30 метров От проселочной Дороги Бесен Садится На охапку Сена Место Где останавливается Мамаев Пользуется Дурной Славой И называется Чертово Логово Очевидцы Утверждают Что после Захода Солнца По полю Начинают Перемещаться Какие-то Странные Светящиеся Объекты Вот Был над полем Мы как Стояли И шар Такой Ну как Летит Светится Идет И потом Луч Такой Жук На поле Прям всех Освещает Видать Ну комбайн Ходит А я просто Рядом стоял С полем Осветил Мы в бинокль Давай смотреть Что там Такое Она Пук Резко Пук И ушло То что Произошло С Бесеном Мамаевым Дальше Не поддается Объяснению Пролежав Несколько минут На копне Сена Он неожиданно Поднимается И смотрит В сторону Холма На его лице Появляется Выражение Страха Помощник Мамаева Тоже Рассматривает Холм Но не понимает Что так Пугает Напарника Когда же Он вновь Поворачивается К Бесену То видит Страшную картину Мамаев Лежит на спине Широко Раскинув Руки и ноги А из его рта Идет дым Через мгновение Все тело Скрывается Под плотной Дымовой завесой Помощник Пытается Спасти Мамаева Чтобы погасить Невидимое пламя Он бросает На него Фуфайку На какое-то Мгновение Кажется Что пожар Прекращается Однако Когда помощник Снимает Фуфайку То замирает В ужасе Бесен Мамаев Превратился В обугленный Труп Ладно Там Фуфайки Она Фуфайка Главное Еще Знает Что это Здесь Как Ну в одежде Был Одежда Она Ну здесь Класски Лежали Свитер Там Все Здесь Даже Все В этом Участке Все Лежало Согласно Протоколу Составленному На месте Происшествия Смерть Наступила Мгновенно В результате Резкого Обугливания Тела Следователи Выдвигают Версию Мамаев Сгорел От Непотушенной Сигареты Однако Эта Версия С самого Начала Выглядит Совершенно Несостоятельной Все Очевидцы Утверждают Что рядом С телом Не было Обнаружено Никаких Следов Огня Бесен Мамаев Как будто Сгорел Изнутри Многие Части Элементы Одежды Остались Неповрежденными Из этого Следует Что Скорее Всего Либо Он был Сожжен Каким-то Жестким Излучением Ну Наподобие Того Что Используется В микроволновых Печках Такое Излучение Может создать НЛО Чертово Логово Это только Часть Более Обширной Территории На границе Волгоградской И Саратовской Областей Которая Получила Название Космодром НЛО В 93 В 93 Году 15 Лет Назад Когда На этом Поле Росли Росла Кукуруза Мы Обнаружили Треугольный След Вдавленный И следы От опор Местные Жители Нам рассказали Как Видели Что Здесь Садился Большой Треугольный НЛО НЛО Регулярно Появляются Не только Над Сельскохозяйственными Полями Но и Над Городом Жирновск Стоящим Рядом С Синей Горой Эпицентром Аномальной Зоны Которая Также Называется Синегорье Жирновск Единственный Город В России На гербе Которого Запечатлены Аномальные Объекты Синяя Гора И НЛО Причудливой Формы Местные Жители Считают Их Город Чемпион По всевозможным Чудесам Думаю Что Не зря Вот это Все эти Разговоры Синяя Гора НЛО Какие-то Аномальные Явления Даже Погодные Условия Здесь Скажем так Резко Отличаются От синоптических Прогнозов Согласно Неофициальной Статистике Практически Каждый Житель Этого Города Хотя бы Раз в жизни Видел НЛО Были Три Светящиеся Пятна А они Вот Приближались Потом Останавливались Потом Вот Что Меня Обратило Внимание Вот Что Обратило Внимание То Что Они Резко Исчезали Здесь Даже В обычной Средней Школе Детей Учат Как Вести Себя При Встрече С Аномальными Явлениями Однако Действительно Ли Эти Светящиеся Сферы Корабли Пришельцев Возможно Всему Этому Есть Земное Объяснение Самая Настоящая Чертовщина Как и Положено Возникает На 13 Километре На моей памяти Именно На этом Небольшом Клочке Дороги Может быть 100 метров Перевернулось Три машины В прошлом году Вот там На обочине Лежал Наш Фольксваген Года два назад Здесь Чей-то Остов Машины Был Заколдованное Сенегорье Словно Оберегает Тайну И не желает Пускать людей На свою территорию Вслед за Дорогой Смерти Любопытных Исследователей Ожидает новое Испытание На небольшом Подъеме Машины По непонятной Причине Останавливаются Словно Автомобиль Натыкается На невидимую Преграду Здесь Водители Старались Опять набирать Скорость И Подниматься И вот Как Начинаешь Подниматься Начинается Появляться Явление Как будто Кто-то Держит Машину Не дает Ей Выйти На Просну На нормальной Скорости Хотя Подъем Вы можете Обратить внимание Не очень Крутой И небольшой Разгадать Эту загадку Пока не удалось Никому Но если Прорваться Через Невидимую Преграду Возможно Удастся Проникнуть В тайну В тайну Смерти Бесена Мамаева Вокруг Этой Медведицкие Гряды Выходит Пласт Песчаников С большим Содержанием Железа И значит Соприкасаясь С поверхностью Этот пласт Выполняет роль Можно сказать Роль Проволоки По которой Может Протекать Электрический Ток Ученые Считают Уникальная Почва Должна Как магнитом Притягивать К себе Молнии И действительно Если в районе Синегории Начинается Гроза То это Не просто Гроза А настоящий Апокалипсис Небо Словно Раскалывается Пополам От гигантских Молний И нередко Бывает так Что молния Бьет в одну И ту же точку Как будто Небо Пытается Прострелить Землю Насквозь Но самое страшное Происходит После грозы Когда над землей Поднимаются Ярко красные Сферы Елена Руднова Однажды Оказалась Один на один С таким Загадочным Объектом Стало страшновато Когда я понял Что объект Начал приближаться Вот Он два раза На моих глазах Стал ближе Вот Насколько он Приблизился Мне затруднительно Сказать Но он стал Крупнее И потом еще раз Крупнее Я поняла Что он перемещается При этом пульсирует Ученые уверены Таинственные шары Ничто иное Как шаровые молнии А их странное поведение Охота за человеком Объясняется тем Что такая молния Живое существо Это какая-то иная Плазменная Может быть Такая жизнь Определение которой Мы даже и понятия не имеем Возможно Бесена Мамаева Убила молния Чем бы она ни была Живым существом Или сверхсовременным Оружием В руках Неизвестного противника Ведь опыты доказывают Шаровая молния Слишком похожа На оружие Созданное С использованием Нанотехнологий Фактически Очень похожая ситуация Создается При создании Современных Наночастичных Вакуумных бомб Но где находится мир В котором уже Создано такое оружие 29 января 1986 года Дальневосточный поселок Дальнегорск Сотни людей Смотрят на небо Где происходит Настоящее Светопреставление Огромный Раскаленный шар Надвигается На поселок Но медленно Пролетев Над крышами домов Странный Светящийся объект Скрывается За сопками Что происходит Дальше Видят только школьники Которые занимаются На стадионе Дети становятся Очевидцами Невероятного зрелища Огненный шар Опускается на сопку И тут же отскакивает От нее Словно резиновый мяч Так повторяется Несколько раз Поднимаясь Шар ярко разгорается Опускаясь Начинает доскнеть Наконец он Последний раз Сталкивается с сопкой Раздается глухой звук удара Горизонт Озаряет вспышка На сопке Которая носит название Высота 611 Возникает пожар Но цвет огня Кажется Очень странным И вот это горение Они сравнивали С дуговой Электросваркой То есть ну понятно Что Костер конечно Так гореть не может И обломки Ракетно-космической техники Так же Валерий Двужильный Первый организует Экспедицию На место падения НЛО Поднимаясь на сопку Люди испытывают Странное головокружение И слабость Преодолевая недомогание Исследователи Все же покоряют Высоту 611 И перед ними Открывается Удивительное зрелище Нас поразило то Что на этой площадке Где падал НЛО Снег полностью отсутствовал То есть он просто-напросто Испарился Температуры были По всей видимости Конечно Очень высокие Потому что Все было обуглено Все было почерневшее И обратили внимание На то что Стоял на этой площадке Запах чего-то резкого Химического Удивительные находки Следуют одна за другой На месте падения Исследователи Обнаруживают странные Металлические шарики Исследования Проведенные в лабораториях Показали Что эти шарики Обладают удивительной Прочностью А о том Из чего состоят Эти таинственные сферы До сих пор Спорят физики И металловеды Шарики Шарики настолько крепкие Что когда мы пытались Раздробить На гидравлическом прессе У нас ничего не получилось Пресс вышел из строя Их обработать можно Только с помощью Специально твердого алмаза Сюрпризы преподносили Даже камни С места падения НЛО Обычные булыжники Превратились в мощные магниты Ученые считают Что для подобного чуда Необходим источник Колоссальной энергии Согласно исследованиям Проведенным Украинским институтом Геофизики И геохимии минералов Мощность этого источника Должна превышать 10 тысяч мегаватт Это в два раза больше Чем вырабатывает Красноярская газ Как вся эта невероятная энергия Оказалась сконцентрирована В 50-ти сантиметровом Огненном шаре А каким образом Инопланетянам удалось Затолкать туда Какую-то мощную Энергетическую установку В две красноярские гидроэлектростанции Здесь Я думаю, что Любой человек Затруднение ответит на этот вопрос Однако Этот энергетический удар Не прошел бесследно Для Дальнегорска Вскоре выяснилось Что на многие километры От места падения Огненного шара Образовалась Аномальная зона Май 1986 Пункт наблюдения За полетами Диспетчер следит За светящейся отметкой Заполненный до отказа Пассажирами Боинг Летит в Юго-Восточную Азию Неожиданно Светящаяся точка Исчезает с экрана Радара Перепуганный диспетчер Пытается связаться С пропавшим бортом Но в ответ Только шум радиопомеха Напряжение нарастает Диспетчер уже собирается Объявить О чрезвычайной ситуации И в этот момент Отметка вновь Появляется на экране Начинает работать связь И капитан сообщает Что у них все нормально Полет проходит в штатном режиме Диспетчер облегченно вздыхает Однако через несколько секунд Вновь возникает Чрезвычайная ситуация Еще один самолет Также неожиданно исчезает А потом снова появляется На экранах радаров Что это за зона Мы толком не знаем Но я полагаю Что это все-таки Какой-то пространственно-временной коридор Или так называемый Червячный переход Который позволяет РО Очень быстро проникать В наш мир Складывается впечатление Что самолеты попадают В этот временной коридор Который некие силы Приготовили Для своих летательных объектов Тех, что мы называем НЛО Тем более, что меньше, чем через год После происшествия На высоте 611 В Дальнегорске зафиксировали Целую эскадрилью Неопознанных летательных объектов 15 объектов прошло Над городом Дальнегорском В частности, над вот этой высотой 611 Зависал один объект И пролетело три объекта Ну, вот то место, где мы снимали с вами Вот эта гора телевизионная На центром города завис аппарат На высоте 11-этажного дома Светящийся конусовидный объект Направляет на землю Мощный голубоватый луч Небесный прожектор Медленно прочесывает Окрестности Дальнегорска Это вызывает в городе панику Люди с испугом Выглядывают из окон И застывают от страха В небе появляются Все новые загадочные объекты Которые один за другим Зажигают свои прожектора И направляют их на город То есть, ну, впечатление такое Что происходил планомерный поиск Вот этого упавшего аппарата Спустя 11 месяцев Ну, к сожалению, я не могу категорично сказать Что именно они его искали Это только у них можно узнать Но факт Остается фактом Многократные сообщения О появлении НЛО Привлекли в район Немало исследователей Аномальных явлений Практически все они отмечают Что это место способно Если не убивать То по меньшей мере Сильно калечить людей Да Ну, то есть Я никогда себя не чувствовала плохо И на здоровье никогда не жаловалась В какие походы я только не ходила И главное В каким горам только не лазила Ну, вот Чтобы вот Какая-то сопка А мне так плохо стало Как будто я на Эверест поднимаюсь Тамара Туманова Вместе с другими исследователями из Москвы Решила подняться на высоту 611 С самого начала восхождения Практически у всех членов группы Опытных туристов Наблюдаются проблемы со здоровьем Кружится голова Холодеют руки и ноги Учащается пульс К счастью для Тамары У нее есть портативный прибор Измеряющий давление Женщина надевает резиновую манжету на руку И вскоре на экране прибора Появляются шокирующие цифры 200 на 120 У меня никогда не поднималось Давление высоко Ну, верхнее максимум 140 Ну, чтобы так зашкалило И вот я себя так чувствовала Знаете, я вот удивляюсь, как я в живых осталась Валерий Двужильный уверен Зона падения НЛО Крайне негативным образом воздействует И на психику, и на тело человека Так был ли на самом деле Космический конфликт между пришельцами и землянами Свидетельства о которых мы находим У древних цивилизаций С какой целью инопланетяне посещают нас сегодня И стоит ли ждать повторения Ужасных межгалактических войн Способных разрушить на нашей планете Все живое Ответа на этот вопрос пока нет По крайней мере, у самих землян Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...